итак сегодня у нас 9 октября пиво номер 22 сбраживает уже третьи сутки напомню то что на вторые сутки я произвел холодное охмеление добавил 10 грамм хмеля завернутого в марлю опустил непосредственно в бродильную емкость и давайте теперь посмотрим интервал между паузами на гидрозатворе что-то происходит вчера у нас было 8 октября и пауза составляла 11 секунд сейчас мы посчитаем сколько у нас получается по гидрозатвору чтобы определить интенсивность брожения и 1 15 секунд то есть пауза постепенно увеличивается это говорит о том то что процесс сборки потихоньку заканчивается напомню что температура сейчас у меня 22 градуса при котором происходит брожение данного хлебного пива вот значит я думаю что еще день наверное примерно и можно будет разливать пиво на карбонизацию очень интересно посмотреть что там с хмелем произошло подписывайтесь кто еще не подписался на канал пиво делаю сам сегодня у нас 10 октября 2022 года процесс брожения продолжается уже с замедлением напомню то что пиво хлебное поставили на брожение 0 6 10 22 вот так все это выглядит на вторые сутки выполнено сухое охмеление и процесс вот потихоньку еще идет давайте сейчас посчитаем значит промежуток времени между паузами и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 9 и 10 и 11 и 12 и 13 и 14 и 14 секунд видите да увеличивается это пауза гидрозатворе но еще процесс продолжается потихоньку думаю что уже завтра 11 числа можно будет разливать по бутылочкам в принципе еще сутки до бродит и достаточно сегодня у нас 11 октября 2022 года утро 9 часов утра сегодня последний день брожение пиво номер 22 хлебного гидрозатвор еще продолжает функционировать то есть процесс брожения полностью не закончился в принципе в этом нет ничего плохого так вот выглядит пиво сейчас температура при котором происходит брожение 25 градусов потому что у меня сейчас окно закрыто это я сделал намеренно чтобы побыстрее закончился процесс брожения вот потому что это уже получается пятые сутки вот можно посмотреть по гидрозатвору заодно сейчас мы посчитаем что там происходит между паузами насколько замедлился процесс брожения и И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, и одиннадцать, и двенадцать, и тринадцать, и штырнадцать, и пятнадцать. Пятнадцать секунд получается. Процесс, конечно, замедлился, но не совсем, то есть не остановился. Даже если остановится гидрозатвор, все равно какой-то минимальный процент брожения будет происходить. Видите, все потихоньку еще продолжает. Но вечером будет происходить процесс розлива пива по бутылочкам на карбонизацию, добавление декстрозы и на дальнейшее созревание. Ну, а пока я подготовил бутылочки для своего хлебного пива. Здесь, как и обычно, у меня прозрачная бутылка. Это индикаторная, скажем так, по которой я буду наблюдать степень созревания пива. Она прозрачная, и, соответственно, она мягкая, и можно будет ее трогать, щупать, определять, как пиво дозревает. Ну, и, соответственно, осадок тоже будет просматриваться. И восемь бутылочек стеклянных с бугельными пробками. Такая вот одна маленькая с бугельной пробкой. 125 грамм у нее емкость. Вот такой вот этиловый спирт, с помощью которого я дезинфицирую эти бутылочки. Бутылочки все продезинфицировал. И сейчас буду заранее закладывать декстрозу. Вот такая вот декстроза у меня в пакетиках. Она уже взвешена. Значит, по 3,5 грамма на бутылке 0,5. На бутылку 0,6, вот которая прозрачная, будет использовано 4 грамма декстроза. И вот на вот этого малышка, 125 грамм, здесь будет 1,5 грамма декстроза. Вот. Зачем я взял вот этого малышка? Дело в том, что у меня в бродильной емкости плавает хмель, который в марле завязан. Вот этот хмель, когда я достану из бродильной емкости, я отожму. И все, что отожму с этого мешочка, будет именно вот в этой бутылочке. Вот. То есть все, значит, концентрированные эфирные масла и ароматы пойдут именно вот в эту бутылочку. Ну, вот такие вот у меня дела. Сейчас я буду рассыпать декстрозу по бутылочкам. Декстроза уже в бутылочках. Вот так. Все я засыпал. Ну, думаю, что будет потеря, значит, по сухому охмелению. И, наверное, одна бутылка 0,5 не понадобится. Вот маленькой вот этой, думаю, обойдусь. Но мое такое предположение. Потому что все-таки какую-то часть пива, вот этот мешочек с хмелем, он заберет в любом случае. Но это будет интересно выяснить, потому что вот в эту маленькую бутылку я буду отжимать этот мешочек. И посмотрим, что получится. Ну, вот пока вот так. Теперь ждем вечера, когда будет происходить розлив пива по бутылочкам. Сегодня у нас 11 октября 2022 года. Время 23 часа 14 минут. Пятые сутки брожения хлебного пива номер 22 с сухим охмелением. Видите, процесс брожения еще продолжается. Но сейчас будем переливать его по бутылкам на карбонизацию и на дальнейшее созревание. Сейчас мы посчитаем паузу по гидрозатвору. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, и одиннадцать, и двенадцать, и тренадцать, и четырнадцать, и пятнадцать, и шестнадцать, и семнадцать, и восемнадцать, и девятнадцать, и двадцать, и двадцать один, и двадцать два, и двадцать три, и двадцать четыре, и двадцать пять. вот видите ребятки 25 секунд то есть получается значит временная пауза увеличилась процесс сбраживания уже практически завершается сейчас будем разливать по бутылочкам так бродильную емкость я перенес бутылки на заднем плане уже подготовлены декстроза внесена и больше всего меня интересует как прошел процесс сухого охмеления в этой бродильной емкости плавает хмель значит в марлевом мешочке это очень интересно будет посмотреть что с этим хмелем сверху он плавает или он на дно опустился какого цвета будет пиво окрашено и так далее сейчас будем потихоньку приступать к розливу заодно проверим конечную плотность сколько там у нас осталось сахаров все подготовил все что надо значит цилиндр для сусла рефрактометр пипетка значит ложка деревянная длинная ручка это чтобы вынуть мешочек с хмелем чашка воронка фильтр чашка это для крышки с гидрозатвором ну что будем отвинчивать смотреть что там происходит давайте приступим самый волнующий момент заглянуть посмотреть что непосредственно с мешочком в котором был завернут хмель давайте вместе заглянем посмотрим вот он мешочек с холодным охмелением на поверхности это очень хорошо но сейчас я его подцеплю достану так нас сюда мы уберем гидрозатвор вот в эту чашку попробуем положить мешочек так на это лучше сделать двумя руками наконец-таки мешочек я достал вот так он выглядит с хмелем сейчас я его отожму и непосредственно все что с него отожму вот в эту маленькую бутылочку сюда надо привинчивать крышку но не плотно потому что сейчас будет происходить разлив пива по бутылочкам вот что получилось отжать с этого мешочка обратите внимание прям такого как молоко сусло пивное отжимал естественно руками по чуть-чуть я налью в каждую бутылочку чтобы растворить декстроза вот видите да одну бутылку я решил не наливать я ее просто закупорил вот она стоит в уголку думаю что может конечно не хватить на 8 стеклянных бутылок пива маленькую я налил в которую значит весь концентрат сухого охмеления был то есть куда я отжимал вот этот вот хмель который был в мешочке вот такой вот уровень и сейчас буду доливать уже эти бутылки и посмотрю сколько чего там получится вот такой вот осадок да по поводу конечной плотности но конечная плотность я думаю что это чересчур рано как говорить 4 процента показала рефрактометр 4 процента конечная плотность в кавычках продолжаем разливать дальше 1234 ночи все я закончил вот сколько у меня получилось значит пластиковая 06 бутылочка и по 05 в стекле вот 1 2 3 4 5 6 7 7 бутылок восьмая бутылка не целая и куда я отжимал хмель в мешочке который был на сухом охмеление вот такая маленькая бутылочка 125 грамм сейчас все эти бутылки будут перемещены в уголок чтобы никто не уволок там где они будут карбонизироваться при комнатной температуре комнатная температура 25 градусов у меня в течение трех суток а потом в прохладное место на лоджию там 8 градусов температура будет на две недели вот так выглядит уголок где пиво будет находиться в течение трех суток карбонизироваться то есть насыщаться углекислотой при комнатной температуре трое суток она будет находиться у меня вот в этом месте около батареи при температуре плюс 25 затем я буду по истечении трех суток убирать его на лоджию в прохладное место ну вот так вот кто еще не подписался на канал пиво делаю сам подпишитесь пожалуйста дальше будет дегустация пиво номер 22 итак сегодня пиво номер 22 после процесса карбонизации напомню то что разлито пиво было в бутылочки 11 октября 2022 года сегодня у нас 14 октября трое суток пиво простояла при комнатной температуре бутылочки все прекрасно надулись вот это так сказать индикаторная бутылка по которой значит можно судить что процесс карбонизации идет правильно и сейчас все эти бутылочки отправляются на лоджию где температура воздуха на данный момент 8 градусов для дальнейшего созревания созревание будет происходить в течение двух недель вот отправляем бутылочки на лоджию